Снова все welcome, это снова я. На этот раз я нахожусь в Якогаме. Здесь вот у нас хороший парк. Сегодня речь пойдет про FreeSIM карточки. Как многие знают, в Японии находится очень много разных сотовых операторов. Ну, три крупнейших, это SoftBank, Docomo и A.U. И куча мелких фирм, которые, скажем так, арендуют у этих трех компаний SIM-карты и услуги связи и делают свои FreeSIM карты для туристов. Можно их получить не только туристам, например, но можно получить их, если вы приехали по студенческой визе. Либо же вы приехали по рабочей визе. И для этого не обязательно покупать телефон на японских операторах. Для того, чтобы заказать себе FreeSIM карту, вы можете сделать это через интернет. Самый простой способ, значит, как вы это можете сделать. То, что по приезду в аэропорт нам продают SIM-карты, FreeSIM карты, это уже и без меня вы знаете, поэтому как бы я вам расскажу про другой способ, который может быть полезен для тех, кто уже живет в Японии, либо уже приехал сюда на долгий, по долгой программе. Даже по короткой программе, в принципе, можете купить SIM-карту. Итак, значит, что от вас требуется? Зайти на сайт той компании сотовой, которой вы хотите подключиться. Допустим, я вам сейчас назову несколько, но их на самом деле много. Вы просто вбейте в Google FreeSIM-карты Япония и вам выдаст кучу разных сайтов разных операторов. Например, это DMM, дальше это AKI, UQ, дальше это идет, например, DTI, также Rakuten, есть разные, в общем, карты. Ну, не суть важна, смысл один. То есть, вы заходите на их сайт, допустим, я брал себе DTI, можете зайти на них и найти там FreeSIM. Значит, будет сайт, где вы должны зарегистрироваться, то есть, вы регистрируетесь, какую вы карту хотите, имеется в виду, там есть карта даты, только данные, без номера телефона, есть карты с номером телефонов, соответственно, вы должны выбрать в первую очередь, какую карту вы хотите. Например, если вы хотите с данными, только вам не нужно звонить никуда, то берете тогда дата в пакет. Если вы хотите с телефоном, то надо брать тогда, это называется OTO, то есть, звук, звуковой пакет. Допустим, вы выбрали звуковой пакет 10 гигабайт. Тариф. Выбрали себе NanoSIM, там заполнили данные, анкету, там, которая на сайте, то есть, это фамилия, имя, имя, отчество, ваш адрес проживания, текущие в Японии, там, приложили туда либо вашу карточку иностранца, либо водительские права, которые у вас есть, японские, желательно, но не это. И после этого вы отправляете заявку. Через 5-7 дней вам приходит письмо домой с уведомлением. Письмо от этого оператора плюс уведомление на почту. То есть, естественно, в письме вам сим-карту не пришлют. Чтобы вам ее получить, вам нужно идти на почту, которая прислала вам уведомление в письме, соответственно, и по этому уведомлению получить свою сим-карту. Вы получили сим-карту и пришли, например, домой для настройки телефона. Соответственно, вам нужен FreeSIM-телефон, не золоченный, не японский. После того, как вы вставили, вам нужно прописать настройки, которые указаны в письме от сотового оператора. Обычно это настройки точки доска. Прописываете туда эти настройки и затем заходите на сайт компании, на сайт сотовой компании и вам там нужно под вашим логиновым паролем, который вам, соответственно, тоже у вас есть уже, когда вы регистрировались на сайте, на их немом они у вас должны быть. Зайти на свой аккаунт и активировать эту сим-карту. То есть после активации этой сим-карты и если вы прописали все правильно настройки в точке доступа, у вас будет интернет и ваш телефон заработает. Соответственно, если же нет, то, соответственно, у вас что-то неправильно либо в настройках, либо вы не активировали эту карточку и, соответственно, вам нужно будет по новой сделать все эти настройки. Это самый простой способ, скажем так, как же оформить эту сим-карту в Японии. По оплате выходит намного дешевле, чем если бы вы будете покупать в обычном сотовом операторе, например, от Докума или Эйю или Асофтбанка. К примеру, звуковой пакет, ну, то есть, с номером телефона с номером, симка, точнее, с номером, плюс 10 гигабайт трафика, к примеру, вот в DTI обходится в 2 800, 2800 йен в месяц. Это очень даже дешево. Ну, естественно, телефон у вас должен быть свой. Если же вы оформляете, например, просто данные, дату, да, пакет даты, то будет около 2000 просто. Ну, без телефона просто 2000 йен за 10 гигабайт. Естественно, звонить и смс отправлять вы не сможете по этому тарифу. Разные сервисы, дополнительные там скидки на звонки и так далее, это же вы сами смотрите. Если вам требуется, лучше подключить заранее. Если же вам не требуется, то не подключайте, не тратите зря деньги, оставьте лучше эти деньги там себе на другие вещи, на другие цели, которые у вас будут в Японии. Вот, в принципе, и все, что я хотел сказать по поводу сим-карты, фри сим-карты в Японии. Схема получения, оформления этих сим-карт примерно одна и та же. Единственное, там может отличаться по контрактам. То есть, там есть карточки контрактные, например, по году, которые действуют. Есть карточки неконтрактные, которые по месяцам действуют. Естественно, они чуть дороже. Но, вы там сами смотрите, какая вам удобнее схема, то есть, ту и выбирайте. Ну, вот, в принципе, и все. С вами был Дэн. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, а мы с вами увидимся в следующих видео. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok